номер пятьсот девяносто один события дня якова 5 9 несет эти братья друг на друга чтобы не быть осужденными вот судья стоит у дверей за 26 июля 2017 года с утра решили подготовить здесь как въезд у нас у первого пруда внутри деревни бульдозер подошел немного выкопал всего разворошил и дальше уже лопатами пошел скорее к игорю барабашу надо было обломков кирпича привести с разъезда завезли две машины и на первый мостик необходимо бутовый камень заказал три машина как будто бы одна пришла что ли не знающие даже проверить надо ну и он думал как проехать тут проехал свободно и поехали по дамбе бадамба это большое сооружение больше недели там провели проехал развернулся обратно теперь только сохранить это и никто не хочет чтобы поднимал уровень воды боятся я говорю вполне можно полметра поднять этим мы займемся после но и трактор перегнали трактор бульдозер на рыжковский северный пруд там бобры сильно все разрушили и он стал работать но далековато здесь это в конце деревни дорога такая не до пути ехали когда туда гнал он трактор дерево два дерева сломленные он их поддел и в сторону уволок ковшом своим этим ножом и вот он стал там работать день-то начался хорошо я только натолкай земли то что было чем дыры затыкать а сам пошел слив проверять проросло рвать нож с собой но ножом что там нарежу все вырезал ножом и кусты вырезал и все целый день толкусь там березка одна была по ней она как бы среди тольника растет не подойдешь я тольник вырезал ножом обыкновенным кухонным ножом и так устроил что солнце не пищет со всех сторон посмотрю какое куда ветка идет на солнце а сли по низу то и пришлось обедать впервые вместе я пригласил его туда а перед обедом машина едет какая-то я подумал наша но меняет там все роман в городе находится малыш пошел ближе выходит начальник уголовного розыска фамилии не спрашивание имя отчества и молодой человек откуда-то как-то какое-то какое-то отношение имеет он ну познакомиться я понимаю он где-то видимо похвалится что знаком со мной и так но и по-хорошему все по-хорошему ни слова лишнего ни разу нигде ну корректно нормально по-человечески под вопроса задает ну а молодой это тоже интересуется я ему визиточку визитка всегда с собой есть вот так поговорили снимать некому было уже уходить сали тогда включил уже так она на отходе но показать что были они здесь только они отъехали а уже дорогой встретили с сергеем пупковым никита там бутовый камень выковыривает из земли для нас а сергею привести по роду есть готовила в этот день кажется лена барабашка по распределена по три дня или по два дня не в деревне кому когда готовить этому бульдозеристу арсеньеву виктору михайловичу ну вот пообедали дальше а я туда сюда поехал на первом мосте когда везут перехватил в деревне везутками перехватил то есть везде показать куда высыпать и ну первую высыпали прям яму и так неудобно было потом выправлять то есть необдуманно мало опыта нету у ребята но везде я и четыре раза туда на рыжевский пруд съездил на велосипеде она дорога травой заросла но не протянешь велосипед да еще иногда проедет он как по стиральной доске после бульдозера но уже делать и идет к вечеру и ровно в шесть вечера у него слетает гусеница такого еще не было полностью слетает ну вверх завернула ну что звонить на бугор вышел билайн жалобы на него не барабаш и горе не барабаш елена жены его елена анатольевна никак на батюшку нет связи и на володю вышел тот скорее побежал володя пащенко нужен кун поднимать который и тросик какой он сказал там 10 миллиметров ну игорь пока все собрал я заждался но и все заснял будет если что увидите я первый раз увидел как это натягивается очень тяжело очень но они делали я снимал и молился снимал и молился метался налево на право чтобы показать в чем суть самые ну как положено режиссеру репортеру а я то какой репортер то руки трясутся но рядом когда то незаметно это дрожание ровно два часа ровно два часа не проконетелись а я вспоминаю курскую битву как считал пантеры разные тигру гитлеры их оттаскивали с поля битвы и там ремонтировали утром они снова вступали в бой я подумал ой 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 как ну конечно у них приспособления какие но тут я днем то приехал приехал где выход из этого пруда рядом называем матушкин пруд первого дома кирпичом укладывали ну и двое и двоих ребятишек егор первый из канады королев и не старт робот ребята кто хочет потрудить полынки кирпича отбрасывать то завтра сколько время потратите до обеда вам не работать здесь до обеда то мы работаем все но это не двое с удовольствием тут шла и сарафима гаврилна плотникова и как будто ходит она и куда бы совсем совсем прощается везде и это становится дерево вижу к храму подходит вчера никого нету на 1 идет руку протянула веточку то ли отломила то ли что дальше идет сама с палочкой игорь говорит прощается совсем уходит но хаташин это хорошая любимая 90 с лишним лет и здесь подошла что несет наложила луку то что-нибудь до закорода нам тащит зимой в фасоли прислала луку какую-то там солонину в лагерь когда было барбузы там дэй ну дэй ну все время тащит и тащит и да не дает мы его вернуть хотели назад никаких вцепилась в эту свою сумку то но отняли у нее не старая проводил маленькая я сама дайду не побежал отнес обратно идет я его под руку и провел провел вот вот события то какие романа нет и тут и тут и тут и тут недостаток сегодня надо трубу привезти работать только в деревне осталось вот наши события хэ события то простые события сегодня даже ничего не успеваю утром вставать не вставать ну смотрел час 20 минут ночи сейчас рановато лег стучится в окно кто-то надежда васильна она каждый раз подходит и фонариком или чем светит в окно ну я и дал сигнал что слышу а на другое окно ну показать ну я так силуэт там видит мой тут маленько погодя уже 4 40 звонит никита андреевич колесников меня а в 6 часов татьяна капустина вот она говорю и она вот она звонит татьяну ровно 6 скорее бежать надо мне завтракать и уходить бежать как то листу богом